Сергей, привет! Привет, Илья! Спасибо, что приехал в нашу студию. Я давно хотел с тобой поговорить о сетевых песочницах. И первый вопрос у меня по поводу самого рынка. То есть кажется со стороны, что на этом рынке мало что происходит. Ну как песочницы и песочницы, как многие говорят. Вот с твоей точки зрения в 2022 году этот рынок, он как-то меняется в России? Или на нем все как-то более-менее стабильно? Да, сразу мы к барьерам. Смотри, но у меня взгляд, конечно, ангажированный немножко. Я все-таки со стороны вендора на все это смотрю. И даже год к году и к прошлому полугодию я могу сказать, что рынок сильно изменился. Ну то есть понятно, что и вся сейчас текущая история с импортозамещением, которое было уходом американских вендоров. Это история с указами президента и мартовский, и, соответственно, майский. Они заставили заказчиков, в общем-то, обращаться ко всем оставшимся игрокам на рынке. И вот если, собственно говоря, еще до Нового года этих игроков было не посчитать на пальцах двух рук. Сейчас их осталось, по большому счету, 2-3 серьезных игроков, которым приходят сейчас валом заказчики и задают различного рода тяжести и вопросы. Это для нас большой вызов. Это каждый раз новая история, потому что песочница – это такой достаточно любопытный продукт, который должен каждого заказчика довольно уникально защищать, в зависимости от его принадлежности к отрасли, инфраструктуре и так далее. И это всегда новая история. Их стало больше, они стали уникальнее. Ну, я вижу глобальное движение на этом рынке. То есть спрос, с точки зрения, вырос сейчас? Если в метриках, да, я понял вопрос. Да, в метриках у меня, в общем-то, есть такие вещи. Про деньги давай не будем до конца года. У нас есть публичные отчеты, там все это есть. А вот про запросы, ну, элементарная вещь. Количество запросов в начале года, то есть январь, февраль, и количество запросов в марте, апреле и мае, собственно говоря, у нас в десятки раз отличается. Ты сказал, что заказчики задают разного рода вопросы, да, очевидно, у них разные хотелки, разные сценарии, да, какие-то. Вот о сценариях, скажи, как песочницу, что в России люди используют, сетевую, да, и есть ли здесь какие-то вообще вариации, потому что кажется, ну, что сценарий, в общем-то, один для обнаружения новых образцов вредоносного кода, да, и какие тут, собственно, что могут быть разные хотелки. Слушай, ты прав по сути, но если уходить в детали, хотелки появляются совершенно разные. То есть, допустим, вот обнаружение вредоносного ПО. Первый же вопрос, а через какие векторы, через какие каналы. Есть абсолютно классические вещи, которые там десятилетиями уже не меняются, почта и веб. То есть, здесь все, в общем-то, понятно, все нормально. Однако сейчас большое количество информационных систем заказчиков, они смотрят в интернет. Соответственно, проверять вот этот файл обмен тоже каким-то образом нужно. Как строить песочницу? Только через API, например. Соответственно, должны быть соответствующие коннекторы, должны быть проводиться работы по интеграции песочницы вот в этот безопасный файл обмен. Проходить проверку со стороны заказчика. Вот такой банальный пример. Многие заказчики успели построить, соответственно говоря, уже свои секрети-оперешн-центры. Их специалистам нужна песочница как дополнительный инструмент вот в этой шалорне на обороне и мониторинге информационной безопасности. Они используют песочницу как инструмент тридхантинга. Пожалуйста, они нашли какой-то новый образец, они поместили в этот образец в поведенческий анализ, смотрят, что делает файл. То есть, казалось бы, эта история уже совсем не про потоковую песочницу, не про сетевую. Это именно такой экспертный уже инструмент для анализа вредоносов. Это разная история. И раз мы начали говорить об иностранных вендорах, что мы начали замечать с этим треком импортозамещения в плохом смысле. Многие зарубежные вендоры, они в каком-то виде, они навязывали там свой вижен того, как должна работать песочница в удобной для них экосистеме продуктов. Не будем показывать пальцем, естественно, на определенных вендоров. Но это понятно из-за архитектуры этих решений, это понятно из-за требований маркетинга этих решений, соответственно говоря. Заказчики приходят с этим, и это по факту получаются требования технологического рода. Они не функциональные. И нам приходится после вот этих требований проводить новые и новые встречи с выяснением, какую задачу вы хотите решить, какие источники вы хотите подключить реально, сколько это будет файлов в определенную секунду времени, какие у вас специалисты есть для эксплуатации этих решений. И заказчики начинают думать, действительно, я же не хочу просто один в один это заместить. Я хочу решить какую-то свою задачу. И вот отвечая на эти вопросы, мы приходим к правильному внедрению нашей песочницы. А есть ли какие-то специфические требования и желания к результатам анализа файлов с песочницей? Потому что очевидно, что результаты анализа оценить и прочитать может не каждый специалист. Мне так кажется, да? Ну, это да. Да, и, собственно, складываются вопросы и впечатления, что нужно для того, чтобы эффективно работать с этим инструментом, и как сделать эту работу, может быть, проще. Смотри, это, на самом деле, такая обоюдная история. В первую очередь, эта история, конечно же, и про самих заказчиков, когда они набирают определенных операторов информационной безопасности, они должны понимать, что эти операторы должны проходить различного рода обучения. То есть работать с вредоносами, с типичными, нетипичными. Отличать массовые атаки от целенаправленной атаки. То есть со всей этой анатомией, со всем этим многообразием программ обеспечения, которые используются в этой целенаправленной атаке. Ну и со стороны вендора это должны быть две основные истории. Первая история – то, что решение должно быть высокого уровня юзабилити. То есть любой специалист, который имеет определенную компетенцию информационной безопасности, смотрит в консоль, он понимает, что зачем следует, как песочница классифицирует вредонос. Он должен посмотреть графсвязи и так далее, и тому подобное. Поведенческие журналы и прочее. Ну и помимо этого, безусловно, каждый вендор обязан при этом и обучать этих специалистов. Потому что в любом случае песочницы разные, у каждого есть какие-то свои нюансы. Те же самые архитектурные и тому подобное. Как это все правильно интегрировать? Ну на этапе, соответственно, уже пилотного проекта мы начинаем эти вещи обучать своих заказчиков. Хорошо, да. Скажи, может быть, на примерах, от каких реальных угроз, что, может быть, на твоей практике песочницы защитили и помогли с ними справиться? Потому что есть тоже такое мнение, как всегда, это с защитой от неизвестных угроз, что вроде как эти средства недостаточно эффективны, что всегда найдется вариант какой-то обхода, и все это не будет работать. Слушай, и на самом деле это отчасти правильная точка зрения, потому что исторически, скажу так, многие заказчики ставили песочницу, грубо говоря, у себя на периметре. Мы прекрасно понимаем, что если мы можем защититься от массовой атаки периметровыми средствами, то целенаправленно эта история так не сработает. С помощью различного фишинга, социальной инженерии люди преодолеют спокойно этот сетевой периметр, в том числе эту самую песочницу, окажутся внутри и начнут предпринимать дальнейшие деструктивные действия. Соответственно, что делать? Соответственно, ставить песочницу на различных сетях сети, в том числе и внутри. И, соответственно говоря, если мы рассматриваем всю анатомию целенаправленности, то есть тапом с разведки, внедрение неведоносного ПО, повышение привилегий, соответственно говоря, горизонтальное перемещение по сети, перехват учетных данных и построение защищенных туннелей наружу, все эти вещи с отдельных узлов сети, инфраструктуры заказчика песочница должна обнаруживать. То есть не просто поставили на периметре какой-то комбайн, он там перемалывает тысячи и тысячи файлов в секунду, и, соответственно, это все дело пролетает туда внутрь. Нет, это должна быть именно такой экспертный инструмент, который стоит и защищает от каждого этапа целенаправленности, где применяются файлы. Что должна быть при помощи песочницы тоже выстроена некая шелонированная защита? Безусловно, это неотъемлемый элемент. То есть вот на каждом стенд-оффе, если вы обратитесь, ссылки в описании, например. Да, мы дадим все ссылки на статьи, да, там есть какие-то, наверное, отчеты? Там, соответственно, отчеты с наших весенних и осенних стенд-оффов с примерами вредоносов, со скриншотами, с тем, как песочница отрабатывала как раз над каждым из этапов целенаправленности, атакующих различные вредоносы. И, соответственно, подтверждение вот этого тезиса о том, что недостаточно поставить на периметре, надо смотреть, что внутри. И плюс, соответственно говоря, может быть еще поделиться другой историей. Там в августе мы написали большую статью про, казалось бы, легитимное ПО. Это мы его назвали Yared, это устройство для удаленного управления армами, соответственно говоря. И его особенность была в том, что оно было абсолютно легитимно похоже на Яндекс.Диск и Яндекс.Браузер. То есть там были цифровые подписи от Яндекса. То есть обнаружить это другими средствами, кроме как в динамике, было абсолютно невозможно. И вот это тот самый пример, когда песочница именно как экспертный инструмент обнаруживает вещи, которые никакой другого решения не обнаружат. Если такого решения не будет, то, соответственно, эта история обнаружится, может быть, постфактум. И хорошо, если не станет публичным. Ну, самый банальный, наверное, кейс – это все-таки шифровальщики, да? Их новые модификации, которые постоянно валятся, и с ними их нужно как-то обнаруживать. Шифровальщики, троянные стейджеры, с помощью которых те же самые шифровальщики будут доставляться туда внутрь инфраструктуры. Это вот те вещи, которые лежат на поверхности, которые в большом количестве обнаруживаются и на пилотных проектах в том числе. Хотя вот если говорить о государственном сегменте, то там многообразие вот этих зверьков, различных семейств вредоносов, оно потрясающее. То есть там и троянные, и различные кейлогеры, и устройства для управления видеокамерами. И, соответственно говоря, снятием видео и отправкой на сторонние сервера зломышников. То есть там уже что-то творится. Да, и я хотел бы тогда вернуться к тому, с чего я начал, как раз с интервью. Все-таки чуть-чуть, чтобы ты что-то сказал про отличие с вашего продукта, с вашей песочницей от того, что есть на рынке. Потому что, как я отметил, создается впечатление, что они все примерно одинаковые. Что там такого может быть в плане отличий, на что смотреть? Ты знаешь, чтобы я сейчас не ответил как вендор, это будет такой как маркетинг. Поэтому я, наверное, попробую сейчас словами заказчика даже это сказать. После каждого пилотного проекта мы собираем некоторую обратную связь. То есть что понравилось и что не понравилось. Что понравилось и, соответственно, мне понравился вот этот отзыв, потому что он в чем-то даже повторяет там мое видение прямо сейчас нашей песочницы. В первую очередь он отметил высочайший уровень детектирования угроз. То есть все, что было обнаружено на пилотном проекте, песочница показала, что это за вредонос, к какому классу он относится. И, соответственно, была дана исчерпывающая информация о том, какие процессы он затрагивает. И, соответственно, на каких узлах он был обнаружен. То есть все, что необходимо для работы с вредоносом в последующей взаимодействии с этим. Но помимо этого он ответил еще две вещи. Это первое то, что он не обладал какими-то суперспецифичными знаниями в областях вредоносов. И он все равно смог работать с этой песочницей без многодневных обучений. Вот, о чем мы говорили как раз. Да, простота. Это довольно важно. Мы говорим много об экспертности, о детектировании. Это все безусловно важно. Но если человеческий фактор у нас не позволяет в песочнице работать на приемлемом уровне, то это будет очередной SSD, стоящий на полке. Это недопустимо. Заказчик сам это подчеркнул. Говорит, мне было с ней работать понятно. И для нас это большой комплимент, соответственно говоря. Что касается различных вариантов операционных систем, которые для песочницы поддерживают какого-то ПО, прикладного, насколько это важно? И есть ли здесь какие-то существенные отличия? Мы в позитиве называем это кастомизацией. Это главное то, что мы несем на флаге PT Sunbox. В принципе, эта история, она востребована практически у всех заказчиков, у которых очень высокий уровень IT-зрелости. То есть они понимают, что они на новой тачке, либо в процессе обновления раскатывают определенные золотые образы, там golden images. И вот эти золотые образы должны быть, соответственно, в соответствующем CZI развернуты, например, в песочнице. У нас эта история есть, мы ее активно используем. И вот развивая вот эту историю с кастомизацией, у нас есть помимо этого история с поддержками российских операционных систем. Это, понятно, стало довольно актуально. Многие заказчики в открытую пришли и сказали, что вот с 2023 года у нас будет только определенная версия операционных систем на Linux, там, будь то Astro Linux, Redos и так далее. И мы озаботились тем, что в ближайших релизах сначала мы добавили Astro Linux, в общем, мы добавляем Redos и до конца года планируем покрыть вот этот большой пул российской операционной системы. Это важно, потому что и портрет нарушителей, и вектора угроз, в общем-то, на отечественные операционные системы ничем не отличаются от векторов на Windows-системы, а заказчики на них переходят. А что касается такой экзотики, как, например, мобильные операционные системы или там ASUTP-шные какие-нибудь системы? На мобильные мы смотрим, да. Или я тут, в общем-то, подтвержу, что мы обнаруживаем в песочнице, по стандартным каналам вебу и, соответственно, почте, вредоносы, которые направлены на мобильное устройство. С точки зрения ASUTP у нас в рамках комплекса PT-ICS, у нас идет модуль PT-Sandbox, он обнаруживает различного рода вредоносы разных семейств, которые идут на контроллеры ASUTP. То есть это покрывается, да? Да, это покрывается, это идет, вот как отдельный комплекс безопасности ASUTP. Отлично, да. И в завершении, наверное, такой, ну, достаточно обширный вопрос, может быть, твой прогноз, твое экспертное мнение на рынок, как он будет развиваться дальше, как будет развиваться функциональность сетевых песочниц на ближайший, ну, там, допустим, год, да, потому что, мне кажется, дальше смотреть сейчас достаточно тяжело. Давай на год. Слушай, безусловно, важно, чтобы песочницы, они, и наши не исключения в том числе, они постепенно, постепенно, они снижали требования к железу, на котором они разворачиваются, потому что та история с дефицитом хардваря, который сейчас царит в России, в общем-то, это история, скорее всего, в долгую, то есть на этот год это точно затронет, и вопрос, как песочницы этот вызов примут, не просто к сведению, а к реализации. Я думаю, что здесь два основных есть принципа, то есть это различного рода истории с повышением производительности не в ущерб детекту собственными средствами, то есть где-то это отчужденная модель, гибридное отчуждение экспертизы в облачную историю, на сторону вендора, где-то это полностью переход в облачную историю, где-то там, я думаю, истории с различными фильтрами с источников, то есть подаваемых объектов на саму песочницу. То есть если мы сможем вот эту историю фильтровать, то есть не все объекты кидать, например, в песочницу, только исполняемые пары. Экономить ресурсы. Экономить ресурсы, да, то есть чтобы она не работала, как вот этот комбайт все перемалывающий, мы сможем вот это перебороть, скажем так, дефицит ресурсов. Ну и другая вещь, это, безусловно, немного изменившийся ландшафт угроз, потому что вместе с государственными хакерскими группировками, которые, очевидно, будут атаковать инфраструктуру Российской Федерации, будут, соответственно говоря, различного рода, не хочется называть их безработными, но назовем это хакерами-активистами, которые будут там ради продажи доступа за несколько тысяч долларов в Даркнете атаковать компании, получать эти доступы и сливать учетки в Даркнете. Эта история уже второй год подряд, по нашим данным, растет. Я вижу, что она будет расти еще сильнее. Как-то так. Да, насколько ты веришь в эту историю песочницы из облака? В России сейчас, насколько я знаю, эта история все-таки нечастая. У нескольких провайдеров это точно есть, но пока как-то я не вижу от них информации, что это прямо активно пользовалось спросом у заказчиков. Смотри, сначала тут прекрасная такая, прословится поговорка российская, пока петух не клюнет, пока ты не столкнешься воочию с этим лот в лоб, с дефицитом железа и при этом необходимостью использования песочницы, ты-то можешь всегда говорить, что мне нужен только ампремис. Очевидно, что в какой-то момент необходим будет переход либо к гибридной модели, либо к облачной модели определенных заказчиков. То есть это в первую очередь вызов для самих вендоров, чтобы у них эта модель была реализована, для нас в том числе. С другой стороны, для нас это вызов в том числе, чтобы доказать другим заказчикам, что вот та облачная модель защиты их инфраструктуры, которую мы предлагаем, она максимально безопасна, не несет никаких рисков, недопустимых, недопустимых никаких. Очевидно, их недоверие заказчиков, которые не хотят перехать в облака, связано в том числе и с этим. Ну и плюс классическая история для России – это регуляторка. То есть есть компании с закрытыми конкурами, которые в принципе обязаны использовать только ампремис решения. От этого мы тоже никуда не денемся, если текущая законодательность, то она не будет различным образом пересмотрена, в том числе в отношении песочницы. Ну то есть все на самом деле в регуляторов во многом упирается здесь? Ну как у нас, собственно говоря, в информационной безопасности России, да, никуда от этого не уйти. То есть с одной стороны мы ждем активные действия в отношении песочницы, чтобы это было признано одним из рекомендованных и обязательных средств защиты информации, потому что сейчас этого нет. С другой стороны, очевидно, что на законодательном уровне должны проработаны быть какие-то роды дополнительной архитектуры внедрения этих песочниц. Это помогло бы с большим количеством инсталляций в государственных и полугосударственных сегментах, которые, естественно, опасаются, когда слышат слово «облакат» сразу. Говорят, нет, мы облака ни в коем случае, нам нельзя вот эти бумаги. Хорошо, спасибо. Спасибо. Это был Сергей Осипов, Positive Sandbox. Большое тебе спасибо за содержательное интервью. Я думаю, что всем нашим зрителям это было, что очень интересно тебя послушать. Спасибо, что позвонил. Спасибо, что смотрели нас. Всего вам самого безопасного. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok